Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзорчике будет вот такой вот микрофончик от Maki. Казалось бы, нет. Это микрофончик от T-Bone и T-Bone PS100. Это микрофончик со встроенной аудиокартой или со встроенным аудиоинтерфейсом. Этот микрофон равносилен микрофону от Maki, Maki EM Chromium. То есть они идентичны по параметрам. Единственное отличие их, это то, что с Maki вы получите софт. А при покупке этого микрофона вы сэкономите свои деньги. Ну и тем самым просто не получите дополнительный софт. Да, для релевантности мы наше вступление пишем на наш PD70 от Presonus. Начнем, пожалуй, с нашей распаковки, а потом перейдем к тестам этого микрофончика. Погнали! Так, вот, собственно, наша коробочка от Z-T-Bone PS100. Это наш микрофончик с встроенной аудиокартой. Так, что у нас тут? У нас тут ванночка, внутри такой вот кабель Type-C на USB. Классно. Двух- или трехметровый, если я не ошибаюсь. Так, документация, в которой вы можете ознакомиться, собственно, с функциями этой аудиокарты, встроенной в ножку. Что же она, собственно, делает. И да, тут такая вот стандартная фиговина черная, том он, как всегда, приходит. И да, снимаем нашу ванночку. Прикольная, прикольная, мягкая. Так, и микрофончик виднеется. Вытащим его, пожалуй. Вот таким вот образом. Так, уберем коробочку нашу. Вот таким вот образом все это вытаскивается. Внутри наш пакетик гидроизоляции. Вот так вот выглядит наш микрофончик. Настольный микрофончик. Он несъемный, но регулируемый. То есть, да, поскольку микрофон встроен у нас в эту аудиокарту. То есть, он монолитный. Его никак не снять. На штатив не повесить. Но есть свои прикольчики этой аудиокарты. Как видишь, инструментальный вход у нас тут для гитары есть. Позолоченный. Так, USB-C, да, вход у нас. И виднеется у нас тут мониторинг различный на самой аудиокарте. Это мониторинг. Мониторинг наушников, как видишь. Тут у нас переключатель режимов. То есть, все направленные и тому подобное. Внутри у нас встроены три капсуля. Поэтому у нас тут есть четыре режима. Двунаправленный, кардиоидный. Итак, это у нас гейн. Все направлены и стерео. Это у нас мониторинг для наушников, который можно подсоединить к нашей ножке, в которой встроена аудиокарта. Так, трясется немного. Аукс. Это если у вас какая-нибудь фонограмма подсоединена к нему. Это у нас инструментальный гейн. Дабы регулировать инструмент. Допустим, гитару. Скорее всего, гитару уже тестировал. Позже покажу. Это мониторинг у нас, собственно, микса. Откуда звук будет доноситься. То есть в наушнике. От компьютера или от микрофона. Так, наш PD70 мы уберем в сторонку. Это мое первое подключение этого микрофончика. И минус этого микрофончика в том, что его нельзя открутить и поставить, собственно, на штатив. Но это своеобразная такая штука, особенность конструкции, поскольку в ножку этого микрофона встроен, как я ранее уже говорил, аудиоинтерфейс. И, ну, как бы, подключение тоже через него проходит. И, как бы, этот микрофон связан с этим аудиоинтерфейсом. Так же, в принципе, как и у Mac. То есть это настольный, не знаю, подкастерский микрофон бюджетного сегмента. В плане, он раньше когда-то стоил что-то около 100 евро. Сейчас я его брал за 59 евро. Но это был без сток. И его можно приобрести за 70, то есть за 69 евро сейчас, на данный момент. И это хорошая альтернатива блуете. То есть, ну, единственное, блуете можно посадить на какой-нибудь штатив. Но выглядит он при этом будет стрёмно. Но в этом, как бы, микрофончике вы получаете полноценный, не знаю, насколько полноценный, ещё пока по тестам я ещё не протестировал до конца, аудиоинтерфейс, к которому даже можно подключить гитару. То есть здесь есть инструментальный вход. То есть тем самым вы можете подключить к этому микрофону гитару через инструментальный кабель. То есть и даже электруху. Электруху, акустику, где-то с пьезодатчиком, допустим. Что прикольно, тут в ножку встроена индикация ваших пиков, то есть гейна. Не обязательно вот мониторить, как я сейчас это делаю через компьютер. Вы видите уже, как проходит сигнал через, допустим, с правой стороны наушники, а с левой стороны, собственно, сам микрофончик. Да, в данный момент я держу его в руке, и весь шум через ножку проходит в микрофон. Если я сделаю гейн погромче, то есть я слышу немножечко это всё дело. В данный момент, да, что ещё, почему я говорю как Блуети? Поскольку он собран внутри так же, как и Блуети. То есть у него три 16-миллиметровых капсуля, сделаны таким же образом, как и у Блуети. Если я не ошибаюсь, два сверху, один со стороны. То есть чтобы можно было включать четыре режима. Такие как восьмёрка, кардиоидная направленность, всенаправленная и стерео. То, что может вам подойти для каких-нибудь ASMR. Простите за это. Просто надо было продемонстрировать, как это, собственно, всё звучит. Да, и при мониторинге, в принципе, он очень прикольно звучит по звуку. То есть шумов у него вроде бы немного. Помимо всего прочего, это не 16-битный интерфейс. То есть за эти деньги, в принципе, если вы хотите приобрести какой-нибудь аудиоинтерфейс, ну, единственное, что только аудиоинтерфейс, тогда у Behringer есть какие-то варианты 24-битный. Но мне кажется, по-моему, там надо всё равно накинуть денюжку. Ну, или плюс-минус вот за 70 евро вы можете себе это приобрести. Но у вас не будет микрофона. А у вас тут, собственно, целая станция, которая занимает немного места. Кушать сильно не просит. Стоит где-то там в углу. И, собственно, можете даже и гитару подсоединить. И при этом у вас 24 бита до 92 кГц. То же самое, в принципе, по характеристикам и у Mac EM Chromium. Тем самым, если ты смотришь этот обзор и у тебя нет возможности приобрести вот этот вот Томанский, но у тебя есть возможность приобрести микрофон от Mac, тем самым ты знаешь, что тебе ждать от этого микрофона, поскольку они релевантны. То есть, как брат и сестра, не знаю, один чёрный, другой чёрно-зелёный. Но к чёрно-зелёному, имея в виду микрофон от Mac, ты получаешь ещё и софт в подарок. Ну, в комплекте идёт софт. Вес этого микрофончика вместе с аудиоинтерфейсом, ну, то есть, весь микрофончик весит килограмм, килограмм и 50 грамм. То есть, один килограмм он весит. В комплекте, помимо документации, идёт кабель Type-C на USB. И динамический диапазон этого микрофона стандартен, так как и у, допустим, у аудиотехники 2020, допустим, от 20 кГц до 20, сорян, от 20 Гц до 20 кГц. И использовать, конечно же, этот микрофон советую только в сценариях, когда у вас этот микрофон стоит вот так вот, где-то вот на столе, вот в таком вот положении, вы там стримите или ещё что-то делаете, можете переключить на, собственно, всенаправленный, тем самым появляется небольшой шум. И, как вы понимаете, мы уже приступили к нашим тестам. Сейчас у нас, сейчас мы включим нашу восьмёрку, вот так. И на расстоянии полувытянутой руки, так же, как если бы этот микрофон стоял на столе, этот микрофончик, собственно, звучит вот таким вот образом. И переключимся на нашу кардиоидную направленность. При кардиоидной направленности, как слышишь, шума стало меньше, отражение комнаты тоже стало меньше. И если, конечно, говорить совсем близко, но при этом придётся микрофон брать в руки, что, в принципе, не очень удобно и нецелесообразно брать для этого микрофон. Но имей в виду, что таким вот образом он будет звучать. Допустим, если ты поставишь микрофончик на какой-нибудь пьедестальчик у себя на столе, и ты сможешь говорить, что, в принципе, я рекомендую чуть ближе к микрофону, чем это обычно привычно, но так же, как и, в принципе, с Blue Yeti. У него та же особенность, что при его форм-факторе, то есть настольный штатив использовать с ним невозможно, потому что он достаточно тяжёлый, конечно, там ножка больше весит, но если вы используете его в стандартном, как он выглядит, то есть с самой ножкой, его лучше использовать на какой-нибудь... Надо будет также придумывать, что под него подкладывать, так же, как и под этот микрофон. Поэтому я и подумал сразу про Blue Yeti, поскольку так же три капсулы 16-миллиметровых, но есть одно но. Blue Yeti 16-битный, у него внутри 16-битный интерфейс, встроен у этого, собственно, в ножку. Полноценный практически интерфейс 24-битный, при том, что тут даже есть AUX, то есть можно выводить музыку отдельно для стрима, тут вот как раз 4. Переключимся во всенаправленную, чтобы можно было сзади сказать. И вот, кстати, на расстоянии, если вы, допустим, будете с кем-то вдвоём разговаривать, вот это передняя сторона, это у нас задняя сторона. И так, тут у нас вот такая вот крутилка есть, как понимаешь, и можно выставлять высоту по-разному, как тебе удобно. Если, допустим, у тебя он высоко будет стоять, высоко будет стоять вот таким вот образом, допустим, то можно перенастроить его и поставить там. Если ниже на столе, вот таким вот образом его можно поставить. И вот так вот он будет звучать То есть он у меня, считай, внизу сейчас И прибавим немножечко гейна Сейчас у нас кардиоидная направленность Все направленные будут звучать вот так Конечно, везде все звуки Все он будет записывать И стерео, как понимаешь, хорошо при использовании ASMR-ов, как я уже ранее говорил Или очень хорошо записывать гитару акустическую Ну а для разговорного, что в принципе и всем полезно Лучше использовать кардиоидную направленность И помимо всего прочего, у нас, собственно, мониторный микс Это значит, что ты можешь регулировать, что тебе мониторить Сам микрофон или же что происходит у тебя на компьютере Поскольку ты подключаешь этот микрофончик к компьютеру И все, и можешь его не вытаскивать Он у тебя уже как твой аудиоинтерфейс работает И ты можешь работать за столом, даже монтировать, допустим, ролики При большем, ну при лучшем усилении наушников И в принципе, ну чем встроенный твой лэптоп, допустим, или компьютер И тем самым тебе не нужен аудиоинтерфейс и микрофон Все в этом микрофончике уже изначально и есть И мы сейчас выкрутили гейн на максимум И на вытянутой руке, на расстоянии вытянутой руки Этот микрофончик будет звучать вот таким вот образом Тихо, конечно, при мониторинге, конечно, я слышу практически все Слышны мои руки, что самое удивительное Сейчас мы протестируем нашу кнопку Mute Которая тоже расположена на самом микрофоне Если нажимать, будет звучать эта кнопка Вот такой вот, собственно, микрофончик Проверим, конечно, еще нашу гитарку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, вот таким вот образом это все будет звучать На фоне, собственно, кричат дети И подключен наш девайс к нашему смартфону Снимаем мы на фронтальную камеру Да, вот, собственно, такой вот микрофончик у нас сегодня на обзоре Что примечательно, этот же микрофончик можно использовать и с мобильными устройствами То есть, допустим, используя кабель Type-C на Type-C, можно подключить этот, ну или используя OTG-переходник Использовать его как микрофончик, допустим, в стерео-режиме Очень часто пишут У меня были проблемы со смартфоном Если я подключаю свою аудиокарту, пишет только левый канал Поскольку, допустим, двухканальные аудиокарты, они так записывают Да, а если использовать этот микрофончик, то можно использовать стерео-режим И тем самым у вас будут писаться два канала Но зачастую, если использовать даже кардиоидную направленность И я еще на данный момент пока не протестировал Ты-то уже, скорее всего, все видел Но, я как думаю, если использовать, допустим, кардиоидную направленность И будет, если писаться в одно ухо Если человек не будет использовать наушники А будет слушать прямиком, допустим, со смартфона или еще откуда Он этого не заметит, он будет слышать как моносигнал Но проблема возникнет тогда, когда человек подключит наушники И поймет, что сигнал проходит только в левое ухо А все остальное аудио, допустим, если вы делаете какие-то реакции через телефон Не знаю, допустим, в ТикТоке То будут слышать все остальное аудио в оба уха А ваш сигнал только в левое ухо Исправить это может стерео-сигнал Собственно, все Как я ранее уже говорил, этот микрофончик будет релевантен тем, кто хочет купить, допустим Не этот, а Maci, Maci e Chromium Они одинаковые С Chromium вы получаете еще и софт дополнительно Раньше они стоили примерно одинаково Maci Chromium стоит 140 евро Не так уж и мало Можно за эти деньги, в принципе, приобрести какой-то недорогой микрофон И аудиоинтерфейс, допустим Focusrite Scarlett Solo, как минимум То есть это уже хороший сегмент То есть там и на гитаре можно хорошо поиграть Там хороший встроенный инструментальный вход Насчет этого я еще пока не знаю Но ты уже, скорее всего, слышал, как это все звучит И слышал вердикт Сейчас я только делаю первичный обзор В дальнейшем все остальные тесты будут уже приложены к монтажу Но этот вариантик тоже когда-то стоил 110 евро То есть дешевле, чем Maci Но сейчас я его приобрел за 59 лимонад вообще То есть даже микрофон от самих же T-Bone Простые USB микрофоны более худшего качества стоят дороже То есть у них, возможно, просто такая неделька Они решили кинуть в распродажу свой же микрофончик Такое, кстати, иногда бывает Внизу будут, как всегда, все ссылочки Они реферальные Если ты приобретешь что-нибудь по этим ссылкам Мне капнет небольшой процентик Буквально там копейка Не факт, что я вообще эти деньги почувствую или увижу Поскольку редко кто приобретает Поскольку часто ссылки с Томан идут Там все это как-то разбираться надо Но как бы имей в виду, что тем самым ты, возможно, немножечко поддержишь мой канал Для тебя цена не поменяется Но если поддержать не хочешь, можешь просто загуглить Или зайти, допустим, на Томан и вбить T-Bone PS100 Собственно, все Все, что я хотел сказать, я сказал Если я что-то не упомянул Напиши об этом, как всегда, в комментарии Мы с тобой, как всегда, по традиции Обсудим это И с тобой был Дядя Бен Желаю тебе всего хорошего И до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!